Защита Абызова будет просить суд не заключать его в СИЗО. Считает, что дело связано с бизнес-конфликтом. Вопрос суд рассматривает сегодня. Ранее глава Минфина Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию Абызова. В Кремле говорят, что версия о том, что дело Абызова – это кампания против системных либералов, это удел политологов и зеват. В ближайшее время будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте экс-министра Абызова. Экс-главе открытого правительства предъявлено обвинение в хищении и выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Абызовы, которые в последнее время якобы жил в Италии, задержали накануне оперативники ФСБ в Москве, когда тот прилетел якобы на день рождения бывшего коллеги. Им не называется, но накануне был день рождения Аркадия Дворковича. Однако Фиде, который возглавляет бывший вице-премьер, Интерфакс сообщили, что сейчас Дворкович находится за границей, в начале следующей недели планирует вернуться в Москву. Как сообщил адвокат Абызова, Александр Наснец, экс-министр открытого правительства, был задержан в своем доме в Подмосковье, добавив, что информация о сдержании Абызова на трапе самолета не соответствует действительности. Версия о том, что дело Абызова, это кампания против системных либералов, это удел опоритологов из ИВАК, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на опросы Бизнес.ФМ. Журналисты спросили Пескова, как Кремль оценивает такие спецоперации силуиков в экономических делах. Это относительно позиции Кремля по поводу задержания Абызова, что можно сказать? И поскольку многих смущает самоформа задержания в виде спецоперации, кажется со стороны, что это такой тренд. У Люкаева заманивали в Роснефть и задержали, а Абызов вывезен в Россию на день рождения друга. А почему он вывезен в Россию? Мне, честно говоря, неизвестно, что он был вывезен в Россию. Не читайте все, что пишут. У Кремля нет и не может быть никакой позиции по задержанию Абызова. Здесь важна позиция, собственно, следственных органов. Существуют определенные подозрения, определенные обвинения, они предъявлены, насколько мы знаем, официально. Опять же, только суд может признать Абызова виноватым в чем бы то ни было. Но президент никак не выражал свои отношения? Другой позиции здесь быть не может. Нет, он не может выражать свои отношения, потому что любое отношение, фактически, это была бы попытка оказать влияние на работу следственных органов. Если можно еще уточнение, звучит довольно громко тоже версия, что идет кампания против так называемых системных либералов в органах власти. Гуриев, Уликаев, теперь Абызов. Это, скажем так, удел политологов, околополитологов, наблюдателей праздных зевак высказывать все вот эти вот предположения. Тут я ничего не могу сказать. Президент регулярно на встречах с бизнесом говорит о том, что силовые органы не должны, по крайней мере, нужно снижать их вовлечение в экономические споры хозяйствующих субъектов. По обвинениям Абызова мы видим, что тоже экономическое дело пока. Вот как это разнится с заявлением президента? Потому что мы видим, что в очередной раз ФСБ в эти самые дела экономические и спор хозяйствующих субъектов вмешивается. Ведет оперативное сопровождение. Понятно. Мне понятен ваш вопрос. Я только вам единственное, что хочу сказать, что мы с вами ничего не видим. Вы говорите, что мы видим, что и так далее. Мы с вами ничего не видим. Разве вы видели материалы этого дела? Не видели. И мы тоже не видели. Это видели только правоохранительные органы. Поэтому так говорить абсолютно неправомерно. Это скорее на грани каких-то эмоций и такой схоластики. Адвокат Абызова заявил, что информация о том, что экс-министра выманили за границей не соответствует действительности. Он постоянно живет в России. Сейчас Абызов находится в изоляторе временного содержания на Оставшковском шоссе. Это сообщили побывавши у него члены общественной наблюдательной комиссии. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве. Конвои доставило еще четырех фигурантов дела в изоляторе около четырех утра. Вот что рассказала бизнес-фэм-зампред общественной наблюдательной комиссии Москвы журналист МК Ева Меркачева. Встречались мы примерно в семь часов утра. На самом деле доставили его около четырех в изоляторе временного содержания. Причем, когда мы приходили, автозак еще стоял. Никак не могли разгрузить весь этот ценный груз человеческий. Обосновываясь тем, что нет сотрудников лишних. Поэтому люди сидели в автозаке, в том числе Абызов, примерно еще часа два с половиной, а только потом их распределили по камерам. Когда мы зашли в камеру, Абызов сразу же туда улегся, ему выдали матрас, постельное белье, которое одноразовое, и он быстренько кружочком сложился и стал пытаться заснуть. Он был одет в куртку, даже две куртки. Одна такая очень легкая, он в ней прям лег, а другой натянул себя. Носочки такие веселые были. Весь очень по-домашнему, капюшон, который у него был на ковте, он натянул на голову. Очень даже не похожий человек на чиновника, на бывшего министра. Оказалось, знаете, нам одним из тех, кто очень часто попадает в ВВС. Утверждали некоторые, что якобы сдержали его, когда он ехал на день рождения. Что вы про это знаете? Про это он ничего сам не говорит, но видно, что действительно одет он чисто по гражданке, что называется, причем там спортивная в основном как раз одежда. Ничего такого, что вы говорили бы о торжественности случая, нет. Ни галстуков у него при себе, ни смокинга. Он вообще про обстоятельства рассказывал сдержание? Он сказал, что все было максимально быстро, эффективно, качественно, вежливо и корректно. Претензий никаких не имел. Когда мы спрашивали, почему, собственно, так получилось, что в 4 утра привели ВВС, допрашивали его до глубокой ночи, но это было его собственное согласие, поэтому он и тут тоже никаких замечаний к сотрудникам и мысленностного комитета и сотрудникам ФСБ не имеет. В каком он вообще состоянии? Мне показалось, что ни о чем другом, кроме сна, он думать не может. Поэтому он и в кровати даже не поднялся. Они с ним как-то разговаривали, он периодически просто не ныривал из-под своей куртки, реплики вставлял, а потом обратно заныривал. Очевидно, что, конечно, тот контингент, которого сейчас его окружают, ему не привычен. Кто его соседи? Один из соседей, мужчина в возрасте, он обвиняется в краже, как мы поняли из разговора с ним, он уже не в первый раз за решеткой, он такой прям рецидивист. А второй обвиняется в убийстве. 105-я статья, но поскольку у самого вызова, помимо 159-й мошенничества, есть две 50-щата, это организация преступного сообщества, то закону содержаться вместе с людьми, которые обвиняются хоть в терроризме, хоть в убийстве, он может. Тут никаких нарушений нет. Нарушений как таковых мы не зафиксировали, но не считая того, что они уже во дворе стояли в автозаке, во дворе ИВС, в автозаке 3 часа их не выпускали, вот очень долго вот это шла приемка. Некоторые из фигурантов дела жаловались на то, что почувствовали свет плохо. Доступ адвоката к задержанному имеется? Никто на утро сегодняшнего дня, пока этот адвокат к ним не приходил. Также никто еще передачки не передавал. Я в принципе не исключаю, что адвокаты не знали до сегодняшнего момента, пока мы сообщили, в каком имени ИВС находятся их подзащитные. Ева Меркачева. Обызов дал краткие показания, вино не признал, сучастники также отрицают. Вину заявили. В следствии ходатайствия под избранием Обызову с участником меропрещения в виде заключения под стражу. Как пишет коммерсант, обвинение строится вокруг сделки по продаже четырех энергокомпаний. По версии СКР структуры Обызова продали их за 4 миллиарда рублей при реальной стоимости около 180 миллионов. Адвокат Обызов утверждает, что другие фигуранты делают сделку рыночной. ВСКР утверждает, что Обызов, являясь бенефициаром ряда офшорной компании, создал, возглавил организованное преступное сообщество, жертвами которого стали государственные в ГУП «Алмаз-ювелир-экспорт», а также сибирская энергетическая компания и региональные электросети. В ГУП «Алмаз-ювелир-экспорт» специализированное госпредприятие под контрольное Министерство финансов России занимается оценкой разведкой, хранением, экспортом драгоценных металлов, что известно о других. Подробности Сибирская энергетическая компания и региональные электрические сети осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Обе принадлежат частным лицам. Сибека основана в 2004 году. С 2011 является правоприемником «Новосибирск Энерго» в результате реорганизации последней. В «Новосибирск Энерго» Абызов много лет работал топ-менеджером. В феврале прошлого года контрольный пакет Сибека приобрела «Сибирская генерирующая компания». Ее с ноября возглавляет сын писателя Александра Солженицына Степан. Он окончил Массачусетский технологический институт и Гарвард. Работал в Нью-Йорке экспертом по энергетике, экологии и градостроительству. С 2004-го занимается вопросами энергетики в России. Работал в российском офисе «МакКинзи». Отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей с бытовой деятельности. Владельцем сибирской генерирующей компании считается миллиардер Андрей Мельниченко. Ранее Сибека входила в бизнес-портфель Абызова. Вторая компания «Региональные электрические сети» возникла в начале нулевых. В августе 2003-го 8 сетевых предприятий «Новосибирскэнерго» были объединены в одно предприятие филиал «Электрические сети», которое преобразовалось в 2004-м году в «Региональные электрические сети». РЭС также принадлежит коммерческой структуре «Инвестгруппе РУКОМ», совет директоров которого изглавлял экс-министр Абызов. С 2009-го года он полностью контролировал компанию РУКОМ, а в сентябре 2013-го передал бизнес в доверительное управление региональной компании «Резерв», которая на 100% принадлежит офшору. Защита считает, что уголовное дело в отношении экс-министра от этого правительства обызывает результат делового конфликта и будет просить суд о мере пресечения несвязанное заключение. В СИЗО как оцениваются такие сделки, говорит гендиректор Фонда нации энергобезопасности Константин Симонов. Я уверен, что в случае с Абызовом нанимались какие-то компании, которые формально аудит делали, диджин сделали и оценку, соответственно, стоимости делали. Наверняка в эту сделку подложено какое-то заключение экспертов. Насколько они были честны, это надо брать еще и пересчитывать. А как это делать и почему именно эти сделки? Давайте все сделки посмотрим и пересчитаем. Маски строят башнеф то же самое. Продали, потом говорят, ой, вы знаете, продали дешево. И только в истории с башнефа столько скелетов до сих пор. Поэтому сегодня мы не можем сказать, что у государства есть какая-то внятная и прозрачная система отношений по поводу собственности. Это касается и ситуации, когда государство что-то продает. Хотя формально, да, есть процедура, но каждый раз, когда государство что-то продает, все равно государство не способно убедить нас в том, что оно делает это честно. Когда государство покупает, вообще еще больше вопросов, потому что вообще непонятно, зачем государство это делает. Или когда государственные компании что-то покупают. Всегда есть подозрение, что они либо завышают эту стоимость, и, соответственно, там есть какая-то коррупционная история с выводом денег, либо занижает и, да, есть история с политическим давлением, по сути дела, с реверским захватом. Поэтому давайте в целом поймем, что у нас происходит с государственным имуществом, как государство продает и как государство покупает, и как эта система выглядит, потому что она является непрозрачной, потенциально, конечно, там есть элементы коррупции, и всегда можно обвинить в том, что что-то здесь не так, как в случае с Абызовым, хотя я сейчас говорю, наверняка у него там есть экспертные заключения, компании, которые делали оценку имущества, дью-диллингенса, все это мы считали, но мы же тоже понимаем, что на то и коррупция, чтобы, собственно, такие заключения делать за банальные изъятки. Константин Симонов о задержании экс-министра уведомили премьера Медведева, в правительстве которого Абызов был с 2012 года. Для Медведева все это крайне неприятные ситуации, рассказали источники коммерсантов в Кабмине. Спикер софтфеда Валентина Матвиенко сегодня заявил, что дело Абызова показывает, что неприкасаемых нет, в стране идет настоящая борьба с коррупцией. При этом первый цепремьер Антон Симонов дал негативную оценку о задержании Михаила Абызова. Негативно ответил он журналистам, отвечая на вопрос о том, как он относится к аресту Абызова. Суд разберется, надеясь, что это все будет хорошо, добавил Симонов. Абонирайзов Абонирайзов Абонирайзов